Пропаганда Почувствуй справедливость! Хрустящий вафли и молочный шоколад в новом батончике! За Спартак! За Спартак! За справедливость! Начать я бы хотел с обращения к зрителям пропаганды, и постоянным и случайным. Вы знаете, нам всем очень повезло. Мы живем в уникальное время, которое затем, спустя много лет, будет не единожды переосмыслено и внесено во все учебники истории. Потому что прямо сейчас важнейший этап в жизни целой страны, и мы можем за этим не только наблюдать со стороны, но и активно в этом участвовать. На этом фоне мне немного жаль тех, кто упускает эту самую возможность прикоснуться к историческому событию. Тех, кто не следит за повесткой, не пытается разобраться и понять, что происходит, не смотрит пропаганду. Само собой, это очень неправильно. И есть ведь те, кто пятничное обращение президента к народу и национальному собранию пропустил. Но это, конечно, очень стыдно. Ладно, дело ваше, конечно. Но уже за несколько дней до обращения в узких кругах политических элит, а круги эти становятся чуть шире с каждым годом, нарастало ощущение, что приближается что-то очень интересное и важное. Конечно, такая форма монолога президента не нова. И обращения у нас традиционные, случаются стабильно раз в год. Да и чего уж там, порой Александр Лукашенко выступает с программными заявлениями даже тогда, когда вроде как формат мероприятий программных заявлений не предполагает. Но вот послание в январе 22-го года, которое вроде как окончательно закрывает тему с беглыми и с августом 20-го. А когда-то же нужно это все закрывать и заканчивать, правда? С другой стороны, впереди референдум, конституции и перемены. И эта тема только начинает открываться. И вот слова главного, после которых многие отложили в сторону дела, которые думали делать, слушая параллельное обращение, и сделали звук в телевизоре погромче. Белорусский народ, избрав своего президента, вправе спросить с него, критиковать. Но, наверное, белорусский президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Ну, ведь необычно, правда? Президент Беларуси говорит, что не столько поделится своим видением, как и куда мы будем двигаться дальше, сколько спрашивает у нас, готовы ли мы двигаться вот в этом направлении. Лукашенко ведь постоянно отвечает на наши вопросы. Так может ли он какие-то вопросы и сам нам задать? Безусловно. И вот эти три вопроса Лукашенко белорусскому народу важны и для Лукашенко, и для белорусского народа. Главнокомандующий затем перешел, скажем так, в милитаристскую риторику, я не спорю. На Западе не только сгущаются тучи, но и стягиваются войска. Об этом мы говорим так часто, что вы, возможно, к этому уже привыкли. Теперь вы будете привыкать еще и к тому, что мы будем говорить о том, что и с юга нам теперь тоже, увы, угрожают провокациями и военными маневрами. Дело ведь не в том, что мы об этом говорим, а в том, что это происходит. И у нас всех, вне зависимости от политических предпочтений, социального статуса и прочих тем, которые нас разделяют, есть и объединяющий вопрос – что делать? Делать вид, что ничего не происходит, но верить в лучшее – это, конечно, вариант, но такой себе. Увы, жизнь, а особенно мировая геополитика, не единожды показывала примеры, когда надежды на светлое будущее и слепая вера в то, что все как-то само по себе будет хорошо, при бездействии оборачивались большими проблемами, но чаще бедами и трагедиями. А трагедии, под ними имеются в виду боевые действия на территории Беларуси, никто ведь не хочет, правда? За скобки выносим отдельных беглых, которые спят и видят Минск в крови. Но их вообще пора лишать гражданства и давно. И вот Лукашенко задает нам первый вопрос. Необходимо вывести на качественно новый уровень систему обеспечения национальной безопасности. Особенно в сфере обороны. К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим. Да, конечно, речь не только про деньги, это само собой. Здесь важна и консолидация общества, и быть вместе, сильными, как единый кулак и все остальное. Но все же оборона требует в том числе денег. Смотрите, какая развилка у главнокомандующего, когда нужно защищать страну в условиях, если угроза более чем реальна. Вариант первый. Ничего не делать и надеяться, что учения НАТО – это правда учения НАТО. Они просто поманеврируют у наших границ и разойдутся. В таком случае очень высок риск того, что Лукашенко войдет в историю не только как первый президент Беларуси, но и как последний. Вместе со впервые суверенной Беларусью. И вся история суверенной Беларуси, которая связана с ним и с которой связан он, сгорит оранжевым пламенем захвата, развала, революции, интервенции. Назвайте как хотите. Ему это надо? Это, уверяю вас, совершенно нет. Последнее, что хочет Лукашенко не только как президент, но и как человек, чтобы труды всей его жизни пошли на смарку. А нам это надо? Мне? Нет. Надеюсь, вам тоже. Давайте как есть. Может ли по нам жахнуть условная Польша? Или могут по нам жахнуть с территории Украины? Оба случая будут значить, что никакие это не Варшава и не Киев, а это Вашингтон. Могут. Назовут это подозрениями в том, что в Беларуси не атомная станция, а ядерная ракета. И это угроза мировому сообществу. Жахнут, развалят, захватят. А потом окажется, что никакого ядерного оружия у нас нет. Что не было таких примеров? Не было этой пробирки с биологическим оружием. Одной пробирки и ее публичной демонстрации было достаточно, чтобы разбомбить Ирак. А потом, ой, а не было оружия массового поражения. Ну уж извините. Ждать и верить в лучшее, к большому сожалению, так не работает в геополитике. Потому что часть политики — это военные действия. А война, чего уж там, выгодна кому-то всегда. Кроме тех, на чьей территории война. Вариант второй, что может делать в этой ситуации Лукашенко. Отдать безопасность Беларуси на откуп союзному государству. То есть России. Я вот читаю тезисы наших оппонентов. О том, что президент якобы допустил военную интервенцию со стороны Кремля. Понятно, они там будут кричать именно для того, чтобы у вас и сложилось такое мнение. Но это же чушь. Принять решение о том, что одна лишь Россия будет нас защищать, Лукашенко может в течение минуты, в течение суток. Это решение может быть согласовано по всем каналам. В течение 48 часов это решение может быть исполнено целиком. И это решение не принимается. Не принималось все три десятка лет в Беларуси с Лукашенко. И не будет принято, если не будет нанесен по нам прямой удар. Но принять такое решение, да, это отказ от суверенитета. Безопасность в таком случае была бы. Хотя тоже дискуссионно. Но тогда это была бы совершенно другая Беларусь. Было бы проще Лукашенко принять такое решение? С учетом сложности задач, да. Я думаю, что ему было бы проще. Но он делает иначе. Третий вариант, если нам не подходят первый и второй, готовиться защищаться самим. И вот мы переходим к главному. Дорогой зритель, война и оборона это не комментарии в интернете, не красота риторики публичных выступлений, не искренность, желание защищать свою родину, хотя это тоже важно. На дворе 21 век. Оборона, как и нападение, это технологии и современное вооружение. И возможно я кого-то удивлю, но с устаревшим вооружением сильно долго не повоюешь. Как бы патриотично ты не был заряжен защищать родину. И современного оружия должно быть достаточно для того, чтобы и публично продемонстрировать то, что мы отобьемся от атаки, и показать, что мы можем и в наступление пойти. Когда против кого-то военная сила, то демонстрация сопоставимой по размерам силы есть гарантия того, что два сильных противника не пойдут в открытый конфликт, опасаясь чрезмерного ущерба для себя. Если очень упрощенно, когда у нас появляется ракета с ядерной боеголовкой, то это не для того, чтобы жахнуть в ответ по противнику или жахнуть первыми. Это для того, чтобы противник понимал, что мы жахнем в ответ. Ведь у нас есть чем. И по этой причине не жахнул по нам. По поводу этих жаханий. Это же все очевидно, правда? И когда нам угрожают современным оружием в большом количестве, а оно большое, и с запада, и с юга, то нам нужна демонстрация того, что мы сами сила не меньшая. Раньше, когда было спокойно, нам всего хватало. Сейчас, когда ситуация поменялась, агрессия стала куда менее скрываема, стала чуть сложнее. Поэтому нам нужно обрести и продемонстрировать силу, чтобы не было войны. Я кого-то, возможно, удивлю еще раз, но современное оружие в большом количестве стоит очень больших денег. И нам нужно наращивать силу. А вот теперь оцените еще раз всю демократичность диктатора. Он мог и самостоятельно принять решение, поставить нас перед фактом. Как было с коронавирусом и отказом от локдауна, когда почти все вокруг кричали, что нужно закрыться. Он тогда оказался прав, но даже не это главное. Лукашенко мог в своем обращении сказать следующее. Я принял решение, мы на несколько миллиардов закупаем оружие. Конечно, какая-то часть начала бы ворчать, кто-то орать, но прошло бы время, мы бы оценили этот шаг. Положительно, отрицательно, это вопрос другой, но оценили бы со временем. Все же хотели перемен, когда не только он один принимает решение. Ну вот, настало. Три варианта. Ничего не делать и надеяться, что пронесет. Попросить помощи у России расслабиться. Напрячься самим и чуть перестроиться, пока горячо и остро. А вот теперь повторю тот же фрагмент выступление главного. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим. Я вот точно платить готов. Я объясню это на примере своей сферы, сферы пропаганды. Это ведь тоже война, правда? Мы отражаем гибридную атаку. И я за два года прочел и услышал очень много мнений, что мы должны быть сильными, стойкими, ни шагу назад и так далее. Но в войне побеждает тот, у кого сильнее оружие. А мы чего уж там иногда против информационных танков выходим с информационными саперными лопатками в руках. Это, конечно, очень патриотично и очень героически, я не спорю. Но насколько это эффективно? И я бы лично еще и перефразировал тезис президента так. Готовы ли белорусы платить за информационную безопасность? Не для того, чтобы у Тура была зарплата большая, а для того, чтобы Тур против информационных танков не выходил с саперной лопаткой в руках. Вот как-то так. Потому что мое убеждение, та же Украина была развалена не вооружением, а информацией. А уж потом было все остальное. И Литва с Латвией были сначала захвачены информационно, а уже потом было все остальное. И Югославию сначала атаковали информационно, а уже потом разделили военными методами и так далее. И много моих коллег в этих странах информационно пали на поле боя, сжимая в руках саперные лопатки. Это героическая информационная смерть, конечно, но бессмысленная. Надо будет и мы на информационном поле боя героически умрем, но мы бы предпочли победить. А вы? Готовы дать нам танки или оставите с саперными лопатками и будете потом критиковать, что мы не удержали оборону? Александр Григорьевич, я думаю, что многие белорусы готовы. Не все, конечно. Но и остальных мы сможем подготовить, объяснив, почему нам всем это нужно. Я понимаю, что время поджимает. Поднажмем и мы. Под мы я имею в виду не только кадровых сотрудников пропаганды. Всем нам нужно поднажать. В миллионный раз уже президент говорит о том, что всей вертикали власти нужно не заниматься самоотчетами, избавиться от формализма, идти разговаривать с людьми, потому что сейчас это особенно важно. Пять лет предыдущего электорального цикла было относительно спокойно, и немножко все к этому привыкли, и чуть расслабились. Спокойно уже, увы, не будет. Поэтому всем нужно чуточку больше напрячься, чуть больше сил отдать своей работе, внимательнее относиться ко всему и всем вокруг. И, пожалуйста, чуть больше инициативы. Чтобы было не только мы с президентом, как он скажет, так и сделаем, а чтобы и как-то самостоятельно принимались решения. Как ему будет лучше, и как будет лучше всем нам. Когда ты вот пытаешься вот найти человека, о чем говорит Субботин, для того, чтобы разжевать и объяснить людям, почему это временная мера, почему нам сейчас нужно больше расходов на оборонный сектор, потому что в случае военной угрозы нам нужно как-то защищаться, не валенками же, как говорил там еще один наш эксперт. Но вот как только ты просишь кого-то, определенных людей из разных ведомств, помогите журналистам разжевать, почему это важно, вот повышение расходов на оборонку в бюджете. Вот тут попробуй ты еще найди человека, который помог бы это разжевать и объяснить, потому что мы не привыкли это объяснять, это такая достаточно острая тема, а вдруг как-то неправильно поймут. А потом происходит следующее, плюс-минус о том, что расходы на оборонный сектор должны расти и будут расти, говорит президент, потому что до этого никто же не говорил об этом, публично и громко во всяком случае. Президент заявляет эту острую тему, собирает негатив на себя в том числе, но уже дальше вся вертикаль начинает эти тезисы поддерживать. На мой субъективный взгляд, можно было эту тему немножко изучать в обществе и делать публичное заявление немножко раньше, не дожидаясь того момента, когда об этом скажет президент. Так вот второй вопрос от президента звучал так. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость? Очень пересекается с первым вопросом, поэтому, как по мне, плата за суверенитет – это не только про деньги, это как раз про свой вклад в суверенитет. Неважно, кто вы – чиновник, директор завода, медик, учитель, депутат, военный. Суверенитет зависит сейчас от всех нас. Наша плата – это искреннее выполнение своих профессиональных задач. Не формально, а вот с толком. Сейчас нужно немножко потерпеть и поднажать. Даже если очень хочется, чтобы все отстали, забрать зарплату и пораньше пойти домой на диван. Все мы каждый день можем вносить своим отношением к государству свою плату за суверенитет. Не все мы это делаем, чего уж там. А жаль. И третий вопрос от президента. И вот это, на самом деле, самый хороший стратегический вопрос от президента. Я понимаю, что это слегка неожиданно для социального государства, но я объясню, как это понял лично я. Есть два пути. Первый – тот, по которому мы идем. Назовем его условно-социально-диктаторским. Это когда государство тебе подсказывает, как и что нужно делать, и ты плюс-минус это делаешь, получая стабильную зарплату. Действия по подсказкам от государства гарантируют тебе то, что в случае, если у тебя не получилось, государство подстрахует. То есть ты не останешься один на один со своими проблемами. Если, скажем, потерял работу или нуждаешься в дорогостоящем лечении. Дополню лишь, что в этом есть минусы. Если долго жить с ощущением, что тебя государство страхует от провала, то забывается, что эта страховка именно от государства, и начинает казаться, что это ты сам такой молодец, а государство вроде как все тебе должно. И тогда ты перестаешь ценить эту подстраховку. Есть второй путь. Назовем его условно-либерально-демократическим. Это когда подсказок от государства мало или нет вообще. Делай как хочешь. Что-то попробовал, получилось. Все плюсы только тебе одному, только тебе любимому. Ничего ты государству не должен. Но если вдруг твоя идея провалилась, и ты сидишь без денег, в долгах и депрессии, то, дружище, это только твои проблемы. Разбирайся сам. Вопрос, готовы ли белорусы работать на себя, не значит, что белорусы начнут работать на себя. Но если все честно ответят, готовы ли они работать на себя, но и отказаться тогда от этой страховки от государства. Легко быть смелым и дерзким, когда ты уверен, что катастрофы не будет. Помогут же. Государство-то социальное, с голода не умру. А если что-то поменяется, и этого не станет. Если не получилось, и да, вполне можешь и с голода умереть. Так вот, если мы все честно ответим на вопрос, готовы ли мы, то честный ответ, пока еще нет, очень многое поменяет и для нас, и для государства. В положительную сторону для всех. И ничего больше менять не придется. Один лишь честный ответ. И последнее. Фрагмент из речи Александра Лукашенко про беглых. Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб. Хотя бы частично. Потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленно. Я вам так скажу, беглые. Хоть вы и удивитесь, и, может, будете отрицать, но не спешите и подумайте. Вам очень повезло, что так нелюбимый вами диктатор добрый человек, который вам предлагает покаяться и вернуться и спокойно жить дальше. Он готов вас простить. Если бы решение зависело от меня, я вас уверяю, никого из вас в Беларуси не было бы долгие годы, несмотря на ваши крокодили и слезы. А некоторые, наоборот, были бы изъяты из любой точки на земном шаре и возвращены в Беларусь. И не было бы ни тоски по вам, ни жалости. Так что цените, что он добрый. Часто именно это главное. Справедливость вселенной начинается с гармонии в тебе. Почувствуй справедливость. Овсяные хлопья и кусочки темного шоколада в новом печенье за Спартак. За Спартак. За справедливость. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...